Дорогие друзья, 25 октября, вы просили и мы приехали, приплыли на остров. Всем привет! Привет, привет, привет! Вот мы наконец дождались, когда стало светло, перекусили и сейчас отправляемся в путь. В прошлом году я был здесь 22 октября, почти ровно год назад, но тогда было существенно теплее. Нас все пугают в интернете фотографиями целых выводков диких свиней, кабанов, но я тут со своим выводком, так что мне не так страшно. Первая находочка, друзья, только стало светло. Посмотрите, я не знаю, как камера вытягивает ли по освещению, но вот, я первый нашел беляш в этом году на острове. И сразу же мой выводок вокруг меня стал крутиться. Я думаю, у диких свиней происходит так же. Я нашел два грибочка и вот третий. Доставай. Ого, какой! А ну покажи. Польский. У меня много полячков. Нашел. Опять? Да. Поляк. Ну давай, доставай его. Или помочь тебе. Сам мой. Вот такой, вы смотрите, у него тут детеныш. Сегодня понедельник. Людей практически нету, кроме нас. Мы тут только что с Максимом, как закричали. Смотрите, какой. А как это мы поделим? Ой, Максик, какой красивый. Ну хочешь, я тебе в корзинку дам? Какой красивенный. Посмотрите, первый наш с Максиком беляш. Супер. Вспоминаю, как впервые на этом острове, в том году, я нашел беляши. Это было именно здесь. Но поскольку сейчас значительно холоднее, наверное, поэтому на этом месте в основном встречается польский гриб. Но зато очень-очень и очень красивые экземплярчики. Вот здесь все порыто когда-то кабанами. Уже совсем расцвело. Но луна еще не скрылась. Самый мелкий из поросят бежит на мой клич. Посмотрите, что же здесь выросло. Беляши еще и шишечка сверху приподнял. Этот беляшик возле вот этой вот некогда огоревшей сосны. Но она выжила. Посмотрите, у нее даже зеленая крона еще. Когда-то здесь был пожар. Вернемся к нашему беляшику. Ох, как глубоко сидел. На поверхности он был наполовину всего лишь. Видите, какой высокий. Местами встречается лесной фастфудик. Но сегодня для него нету места в моей корзинке. Я надеюсь, не останется. Какой красивый. Какой эталонный грибочек. Какая красота. Я вам сниму его в полный рост. Так. Этот хруст. Длиноногое. Создание. Класс. Тяжелый такой, вам хочу сказать. Увесистый. Смотрите, какой еще. Такого немалюсенького я тут нашла. Оп. Лежачий. Хорошая тут несынка. На острове ты прямо чувствуешь, что ты находишься на острове. Возможно, это воздух такой. Ты чувствуешь, что он влажный. Ведь вокруг нас водохранилище. Вон еще. Да, совершенно нередкий гриб здесь сегодня. Это вот этот маховичок. Как по-другому называют польского. Семейные грибы. По-одному не растут, как вы видите. Кроме того, что уже холодно довольно-таки. Ночью опускается температура до минуса. Не нужно забывать о том, что сегодня понедельник. Все выходные здесь народ шерстил лес. Но, как я считаю, лучше приехать в понедельник. И будет меньше людей. И ты в этой дикой местности по-настоящему ощутишь себя в лоне природы. Пусть будет не так много грибов. Но зато какие ощущения от самого присутствия на острове тебя окутают. Да и кстати, на то, что грибов мало жаловаться грех. Посмотрите, сколько польских уйма. Видите, на одном местечке. Думаю, это будет основной гриб сегодня. Вот и нашему младшему грибничку сегодня везет. Два польских. Бери их так, постарайся за ножку. Вот так, смотри, под шляпку. Оп. Вот так, да, чтобы полностью их вытянуть. Сейчас мы тебе корзинку сложим. А тут где-то есть... Белый. С мамой нашли. Я такой человек, если я что-то кушаю очень вкусное, то мне хочется побыстрее его слопать. Не могу насытиться вот этой местностью. Хочется бежать все дальше и дальше. Но на самом деле это нужно уже там, где ты находишься, там и искать, там и присматриваться. какой-то человек, а может быть зверь, перевернул вот этот вот драгоценнейший гриб. Рыжик. Я ставил его. Очень странно. Мы заберем, конечно. Ну а вот, собственно, и рыжик, который в бугорочке растет. Вот этот гриб в высочайшей категории. Там, где густая трава, я стараюсь не ходить. Держусь ближе к местам, где лесная подстилка представляет собой иголочки. И вот, наконец-то, мне кажется, встретился свежий масленок. Да, молоденький. Я был не прав. Они еще растут. Посмотрите, какой. Вот же интересно, что это здесь. Масленок, юбиляш. Это масленок, очень свежий, хороший. Что за жуткий крик каких-то птиц. Наверное, это чайки. А эти два муховичка думали, что я их не найду. И никто не найдет, где укрылись. еще и паучок их здесь окутал своей паутинкой. У всех в корзинке, уже по полкорзинки этих паучков. Я уж думал, мы не встретимся в этом году больше. А нет. беляшек с комариками на шляпе. Видно, тут тепло у него было. Они здесь и грелись. Комары. Посмотри, Максик, какой хороший. Пахнет. Следуя по бровке, нередко можно обнаружить бугорочек. Только что я его видел и он где-то пропал. Вы думаете, это польский. И вы правы. Но здесь рядышком еще сидит беляш. Какая же большая радость и какая все-таки редкость по сравнению с польскими грибами встретить его сегодня на острове. Очень хотелось мне снять видео сегодня исключительно про белые грибы. Но вы посмотрите сколько полечков встречается. Думал очередной полечок, а это нет. Это беляшек. удача на поляков вот столько у меня полечков. Ага. Ну ты тоже молодец. И беляшек нашел. Вместе с мамой нашли. Есть кусочек. Беляш! Какая удача, Максимчик. Где? В ямке? действительно беляшек. бери его. Хороший стройненький такой. Ух ты какая ножка. Ямку зарывай. Прикрывай. Ага. Вот так. Молодец. Ты рад? Угу. И я за тебя рад. Беляшек. может еще один есть. Ага. А я Максимчик. Ты видишь его? А я нашел. Очень красивый. Он так красиво стоит в этой поваленной сосенке. Уже сухой. Какой красавчик. Просто нарисованный. Беляшек собираем. Да. Наконец-то мы собираем беляши. Встретили на острове еще и болотце такое небольшое. Сейчас мы его обойдем каждой со своей стороны. Обходя болотце мы пока находим только поличков. Но зато каких прекрасных поисков. А есть еще масленок. Проверили его качество. Масленок хорош. Друзья мои посмотрите какое необычное явление. Белый гриб сваленный. Видно его какой-то зверь грыз. вот он откусанный слегка. А второй еще торчит. Белое явление. Белое. Глянь два белых стояло. Кто-то один свалил отъел немножко. Что там сынок? Я продел польского. Думал что это польский маленький. Потом приближаюсь а там беляш торчит. Вон виден отсюда. Вижу. А что это не польский разве? Ух ты какой хороший беляш. Действительно молодой такой из-под дерева. Так ты меня позвал помочь тебе? Пожалуйста. Хорошенький молочинка. все-таки островок оправдывает свое название остров белых грибов. Наконец-то мы напали именно на белые грибы. Да они здесь все стройняшки практически все такие прям бочоночки встречаются реже. Ну и такие грибы вызывают восторг. Посмотрите друзья со стороны где он рос под вот этими заваленными. Как я посмотрю любят они заваленные сосенки или рядышком или прям под ними растут. Все молодые рост продолжается. Вы знаете друзья не весь лес здесь грибной. Есть такие места дремучие там где порыто все кабанами ничего не попадается и как-то темно. В одно из таких мест мы зашли и очень устали идти по нарытой земле кочкам этим мои нитики сдались с удовольствием отвел их на причал в нашу точку сбора и сейчас пользуясь случаем решил побыть с природой наедине. Почему-то на острове людей нету я не встретил ни одного грибника. Вроде бы на соседний остров отвезли семейную пару которая перед нами приехала. Возможно это связано с тем что грибов не так много но они все-таки есть видите в основном конечно польский гриб тот гриб который уже считается поздним но сейчас мы продолжим охотиться очень хочется найти беляшей ведь не зря мы так долго готовились к этой поездке пусть год и нельзя назвать грибным по белым грибам однако мы сейчас свое возьмем чувствую решил за сегодня убить двух зайцев провести и семейную грибалочку а также побыть одному на таком прекрасном острове ведь на коллективной грибалке где ты несешь ответственность за кого-то ты не можешь вдохнуть полной грудью и бежать туда куда ты хочешь и с той скоростью с которой ты хочешь а я хочу как кот леопольд кручу кручу куда хочу ведь у каждого грибника есть свои любимые места вот вот мое любимое место здесь далеко уходит ножка я безнадежно влюблен в этот остров белых грибов катюша же со мной этой радости не разделила ей тут не особо нравится говорит а тут все валяется пусть валяется дикое место а теперь я один здесь даже в некотором смысле щекочу себе нервы страшновато признаюсь честно быть одному чувствовать себя совсем одиноким так к этому стремился и так теперь очково ну наверное за этим я сюда ехал ну а там у причала катенька все равно наковыряет своих пылечков красавцев с максимкой и тещенька с ними вот у нас папа ушел искать грибы а мы тут нашли беляша ага сколько маленького красивого класс какая красота это просто это точно что сердечко класс давайте поцелуем тем более кто знает когда еще сюда приехать то получится сюда я ехал наугад так сказать я не знал как обстоят дела по грибам конечно же человек с лодкой сказал что люди собирают вчера там два ведра собрали говорит это что-то непонятное но это белый но его кто-то в детстве придавил очень он стрёмный весь перемешан с песком так вот сейчас сами увидите как обстоит дело с грибами вы видите выбрал я местечко такой пятачок без сосен а сосны вот по кругу и на этом пятачке видно он хорошо освещается может быть это важно растут беленькие там же в соснах я не встретил пока все по таким пятачкам пятачочкам нет слов какой красавчик загляденье вот когда встречаю таких красавчиков все время вспоминаю о своем друге Армене Альбертяне и его канале человек настоящий эстет вы бы видели какие у него шикарные сборы перфекционист и трудяга в хорошем смысле этих слов рекомендую вам подписаться на его канал какие же боровые белые там загляденье кажется вот и под сосенкой что-то интересное такого необычного цвета шляпка какая-то серая у этого беляшика прям серебристая сейвачулый гетьман сейчас мы с вами следуем к геометке которую я поставил в прошлый раз в прошлый свой приезд там где я встретил много белых грибов проверим же если идти по солнцу то мы можем с вами не увидеть как растет вот такого вида беляшик ведь солнце слепит если развернуться к нему лицом а беляш хорош пусть он и геометрический несовершенен но зато он здесь не один здесь второй беляш геометрический несовершенный вот такие вот два кривуляки идем же дальше тут какой-то крик что-то случилось вот это я понимала и бомбища вот это да ну давай выкручиваем вот это бомбища конечно вот это да ого прикрывай вот это я понимаю давай я покажу ого ну давай свою корзинку сейчас как положим и корзинка наполнится полностью класс супер ну да как его не сорвали да супер сейчас мы тут тебе сверху как положим и будет смотрите как вписалась в корзинку максимуму ну такого не увидеть было я не знаю ну да это вообще волшебство да ну не коричневый большой но не коричневый да 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 красивенный красивенный ты рад? очень максик побежал показывать свой трофейный грибок а этот смотрите еще один нашел еще один маленький нашла третий на одном пригорочке ух ты какой длинноногенький какой он красивенный вот на вот таком вот смотрите такой вот пригорочек и на нем вот такие изыски класс просто начали мы подходить к ранее мною обозначенной геометке и посмотрите какие красавцы здесь нас встречают даже не знаю с кого начать ну с ближнего пожалуй такой же кривуляшный беляшек ну ничего о этот постройней будет таким тебя создал бог о а что это дальше друзья мои что-то огромное просто вот это беляшелла не знаю нормальный ли он еще ну а что ненормальный посушить так вполне геометка работает ну а чего же бы она не работала не зря же я ее отметил в прошлый раз почти ровно год назад я здесь тоже неплохо лохматился а до этого по острову скитался часа два наверное безуспешно этот белогрибный бугорочек еще хотел одарить меня зонтиками ну спасибо бугорочек мне хватило беляшей идем же дальше такие странные листочки я думал здесь кто-то присаживался по нужде но нет это такие листочки клена как бумажки абсолютная тишина жутковато некоторые зонтики такие аппетитки довелось нам зайти на такое страшное место аж дрожь пробирает тут я уже пожалел что наш с Катей велосипед тандем поменял на моноколесо доеду ли я на нем до финиша здесь какое-то кладбище сосен причем молодых я смотрю на мамин на мамин грибочек я положил по-моему нет вон он в корзинке вот этот грибочек хотел максим мне подарить а потом увидел беляша и мы такую закономерность выявили что как только максим не хочет подарить грибочек так сразу ему беляшоночек попадается да он как будто с глазами смотри поверни точно глаза ты-то на тебя смотрел класс он на меня смотрел как я маме вон смотрит хорошее дело делает сейчас я вырасту я сейчас упаду вот это удача что там аплодисменты сейчас подожди я тут подожди ты сейчас обалдеешь да что там ну максик ну тебя прям нюх на ней какой красивенный ты будешь срывать ремни ух ты не ну у меня прям ну ты максим вообще ну это вообще молодец я смотрю где-то гриб где-то у меня в корзинке вроде бы вышли на более-менее светлую местность когда ты на местности впервые да еще и прошел через такие испытания тебе кажется что ты дошел туда туда наверное не ступала нога человека а для местных жителей может быть это местность вполне обыденная но мне сейчас такое чувство охватывает как будто я очень очень далеко где никто кроме диких зверей не ходит судя по многочисленным отзывам и комментариям об этом острове белые грибы здесь волнуются несколько раз на сезон вот говорят полтора месяца примерно назад была волна и сейчас волна больше польского ну наверное и летом здесь бывают времена когда они растут массово но летом мы же все знаем что они в большинстве своем червизе сейчас же все грибочки чистые и обратите внимание на то что почти ровно год назад на три дня ранее грибы больше мне попадались в бугорках сейчас это полноценные беляши вылезшие на поверхность думаю три дня назад они еще были бугорками возможно хотя я недавно нашел информацию в интернете о том что белый гриб растет довольно долго всего на 10-15 сантиметров за неделю это долго я считаю вот эти спущенные шары а вот бархатные полячки не все полячки я сегодня вам показываю ну как вам не показать вот такого оки беляш ох какой если хорошо присматриваться порой мы можем встретить вот такого гиганта не знаю может быть он все-таки на засушку пойдет отлично но это просто гигантелло как бы его отсюда извлечь ой да нет по-моему он нормальный думаю посушить он пойдет он нигде не чернеет ну да слегка зеленая слегка зеленая у него губка ну и что ну да он почти на всю мою корзину и что пойдет посушим будем супы с ним есть ну а чего чистенький гриб он еще один подобный возрастом но меньший по размерам проверим же его да нет этот помоложе беляшочек дружочек теперь я могу сказать о том что я жалею что не взял еще какую-нибудь цару все осталось у Кати нужно идти как бы назад слушайте друзья а ведь действительно дикое место вы посмотрите это в понедельник так торчать так подниматься над землей белому это непозволительно и правда наверное никого здесь не было и радисно и моторошно вот же мы вон там его нашли обходим вот это бревно и здесь с этой стороны такой же торчок в хорошем смысле слова более молодой а некоторые места похожие одно на другое вот например мне кажется что эти козьи какашки я уже сегодня встречал где-то возле таких же поваленных собранных бревен разлагающихся а может то и не козьи ого этот зонтик геометрически идеален взять что ли что радует что по пути нам все так же встречаются беляшки вот этот соседствует мирно с вот этими маховичками здесь мы видим рядом бугорочек проверим же его это беляш да какой хороший вот все на одном местечке таком интересном с возвышенностями и впадинами а вон и моя стая диких кабанов вдали виднеется в душе песня а в корзине беляши что сынок ты там в обморок упадешь что я нашел три гриба не знаю там вот таких белых смотри сюда сыночек только не падай в обморок подожди ты посмотришь на мои там ты упадешь идите ну пойдем мне уже складывать просто некуда было поэтому я и пру назад там вот такие у меня в корзину не помещаются ну это действительно эталонные красавцы а посмотри какой у меня не вмещается в корзину я не знаю на сушку наверное пойдет я думаю ну а чего нет я там так испугался я зашел в такое место страшное еле вышел не знаю брать смотри смотри какие у меня беляши умничка дай и нашел сразу где-то не знаю вот этот наверное нашел потом за гриб маме хотел подарить а там срывай это там еще гриб иду туда оборачиваюсь там стоит вот вот такой стоит а еще я подарил еще маме там грибочки вот такой еще нашел умничка я смотрю вы тут и масляточек нашли два тут у меня не вмещается а что делать будем у нас то есть еще пакеты о мам молодец вы так хорошо смотри а я вон какого беляша нашел еще хороший да я не знаю как вы думаете не знаю а ну гляньте можно посушить его или нет а ты встречал ой так он классный пойдем его посуши класс а тяжелый ага да тоже подлохматился хорошо а у меня смотри вон беленький а ой красавка и вот молоденький раз два три четыре пять 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 штук ага а так польские да в основном а вот шесть вот еще и еще один вот он ой еще один угу дима там хвастается маме своими трофеями а я тут откопала смотрите кого ну посмотрите каковы тут откопала лежать какой цветочек маленький так надо тут быстренько все исследовать пришлось достать запасную амуницию грибочки продолжают попадаться такие как беляшики что не может не радовать а также а также полячки вот сейчас мы уже готовимся к тому что будем назад плыть поэтому акцент акцент делаем на количество и буду снимать только лишь беляшики классический островной беляшик высокий то стрункий посмотрите на это удивительное содружество пожалуйста зонтик а под ним беляш смотрите какой ногой лежачий какой трассивенный что ой а тут было в одном месте ой вот еще я не знаю что это за грибы надо будет и Дима спросить мне кажется что это Дима Дим Катя ты позвала меня спросить за вот этих грибочков рыженьких то рыжики ты нашла да рыжики это замечательные даже тебе отвечали в комментариях любимые одни из любимых у наших некоторых подписчиков а я вот пока к тебе шел узрел беляшика очень красивого ой какой смотри какой специально для любителей рыжиков целую такую полянку нашли это папа нашел рыжики вот тут вот нашел я эти нашел мама вот эти нашла что пакет не теряй да ну да смотри потом так Масик ты номер один гребник ну что ты сам не срывай тогда выкручивай потихоньку надо его тут обомнить туда вот это ты молодчинка там навигатор показывает 200 метров я иду 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 сотрю а там беляш ну ты как показал прям это твой шок контент ну нормальный беляш подожди мама ну я просто очищу его хочу посмотреть не ну это супер беляш чего ты мам посмотри вырывай тут польский торчит я вырываю польский потом что это заборок такое там вот такой гриль лежит ух ты еще вот такой ого это тебе дарю спасибо а можно мне беляша нет только вот это да класс только же в мою корзиночку да вот я там уже место дед уже хоть чего-нибудь мы уже направляемся к причалу я прут максимкину корзинку свою пакетик и смотрите я тут увидела того что у них хватает моей корзинки а это беляшечек манюсенький горнюсенький максик бежит такой вот красивенький ну вот пожалуй и закончилась наша сегодняшняя грибалка очень удачно я считаю всегда после прогулки здесь остаются самые приятные впечатления сначала мне этот остров совершенно не понравился я не понимаю зачем так долго ехать так рано вставать плыть еще сюда и сначала я подумала что нам ничего не пудастся найти но как видите очень классно море эмоций положительных я не жалею что мы сюда поехали и так рано встали в 3 часа ночи лодка меня впечатрило там очень холодно руки замерзали впечатление отлично все понравилось да ух хорошие все довольны меня удивило какие тут большие грибы растут которые я понаходил ну а на этой ноте друзья счастливые всем пока до новых встреч ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте писать ваши комментарии мы их все читаем поэтому ждем так что не переключайте мы будем еще на лодке плыть посмотрите пока 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 не забывайте пока не забывайте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»